В Балакове прошел 24-й турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации Алексея Рогова и его сына, полковника полиции Павла Рогова. На соревнования собрались более 250 спортсменов из нескольких регионов страны. На ковер вышли команды Саратовской, Самарской, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской, Рязанской, Липецкой областей. Балаковских спортсменов было около 60. 24 года – это настоящая история, которая вписывает имена молодых спортсменов в историю нашего спорта. Я уверена, что для всех, кто стоит сейчас на ковре, греко-римская борьба – это не просто спорт, это образ жизни, это образ мышления. Турнир памяти отца и сына Роговых статусный и значимый для Балаковского района. С каждым годом, расширяя свою географию, он собирает сотни лучших спортсменов из разных уголков России. Много лет эти соревнования проходят под эгидой социального проекта компании «Фосагра» – детям России образование, здоровье и духовность «Дрозд». Мы всегда будем поддерживать детский спорт. Наш «Дрозд» всегда впереди всех. Победный настрой на соревнованиях – это самое главное для спортсменов. Поэтому турнир начался с мастер-класса олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Мусы Явлоева. Он провел с ребятами правильную разминку, а затем показал свои коронные приемы и рассказал о принципах борьбы. Больших секретов нет именно в греко-римской борьбе. Кто трудится, кто хочет, он добивается. Любой ребенок, любой парень из деревни может достичь самых высших результатов. Родившись в небольшой станице в Ингушетии, Муса Явлоев упорно занимался спортом. Шел к намеченной цели, доказывая, что каждый может стать чемпионом. Сам именитый гость в свои 30 лет является заслуженным мастером спорта России. Он двукратный чемпион мира и Европы, обладатель Кубка европейских наций, победитель российских соревнований. И мастер-класс от такого именитого спортсмена станет стимулом для юных борцов, считают тренеры. Замечательно общение получили. Я думаю, это самый лучший способ популяризовать вид спорта, как греко-римская борьба. Юные борцы, заряженные на победу после мастер-класса олимпийского чемпиона, еще больше поверили в свои силы. Выходя на ковер, они выкладывались на все 100%. Старались завершить схватку ярким броском. Какие-то соперники были знакомы друг с другом. Некоторые встретились впервые. Я мог победить, у меня был шанс, но он опередил меня. Первую схватку у меня не слишком достойно было, но я бы играл. Вторую я проиграл, а третью за третье место я бы играл. Две схватки выиграл, одну проиграл. Третье место занял. Ну а так нормально, тут все понравилось. Много городов приехало. Хорошее соревнование. Еще олимпийский чемпион приехал, тоже порадовался. Все сняли, все хорошо. В следующем году турнир будет юбилейный. Он отметит 25-летие. И уже сейчас организаторы строят на него большие планы. Говорят, соревнования станут еще более масштабными. Всероссийский турнир с присвоением спортивных разрядов. На такие турниры приезжают практически со всей страны. Это едут из Калининграда, из Крыма едут, из севера, с востока, отовсюду. По итогам минувшего турнира у спортсменов, представляющих команду Дрозд-Балакова и спортшколу «Олимпик», 11 медалей. Но главным подарком для них стал новый опыт, который непременно ляжет в основу будущих побед.